Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о сонных водителях и красивых номерах. Компания Яндекс известна не только поисковиком или сервисом по подбору музыки. Яндекс еще и агрегатор такси, и это знают все. Водителей к их программе подключено много, а за качество обслуживания надо бороться. Нет, речь не о том, что все водители должны быть во фраках. Речь о том, что все водители должны быть бодры. Сонный или уставший человек, тем более за рулем, может натворить такого, сами понимаете. Вот и решили в сервисе, что с усталостью нужно бороться. Сейчас разрабатывается система, которая оценит состояние водителя и подаст ему тревожный сигнал. Это может быть камера, которая оценивает физиогномику человека. Подобные наработки уже есть. Компьютер оценивает частоту морганий, положение губ и головы. Если электроника считает, что сон близок, она принимает меры всячески пища. Есть и более оригинальная разработка, причем отечественная. Это браслет, который работает в паре с датчиками в салоне. Он считывает электрокожные сопротивления человека и оценивает концентрацию его внимания на дороге. В случае, если водитель эту концентрацию начинает терять, раздается сигнал, а информация поступает в диспетчерскую. Так что все под контролем. В кантоне Вале, что в Швейцарии, прошел аукцион. Ничего удивительного, правда? Разыгрывались на этом аукционе автомобильные номера. Самым главным лотом был номер с цифрой 1 и аббревиатурой названия кантона – ВС. Победителем оказался некто, заплативший за табличку 158 тысяч долларов. По понятным причинам своего имени он не назвал. Скромный очень. То ли дело наши друзья из Эмиратов. Они тратят на красивые номера миллионы долларов и совершенно этого не стесняются. Кстати, если вернуться в Швейцарию, в Женеве номер с цифрой 1 установлен не на Ламборгини или Бентли. Он установлен на такси. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин.